И атака новую волну пытается обрести Мышков. Не пройдет такая передача. Машуков. Леандро. Вот пройди эта передача, возможно, что-то и получилось бы. А так Спартак Московский с мячом. Кариока портит все свои передачи, но Велитон сумел за мяч зацепиться. Вот, наверное, в прямом смысле шнурками в этом эпизоде. Его Филатов сбил, хотя передача от Кариоки была, конечно, была лишь просто плохая. И штрафной. Вот это уже опасно. Доворот совсем немного. И 2 за 20 метров. Как Алекс бьет пенальти, мы с вами видели в прошлом туре. Может быть, сейчас увидим, как штрафной бьет. Так, Кружкова, где-то отправили Саенко и Алекс. Саенко перепрыгивает через мяч. Алекс, удар поворота! Ну вот, за этим его и брали в команду. Ну вот, именно за такие заслуги его в команду и брали. Ну, наконец-то, увидели мы, что умеет делать Алекс. Увидели блестящий абсолютно удар со штрафного. Так что реклама Алекса в качестве исполнителя стандартов оправдывает себя. Может быть, действительно пенальти не его? Пускай штрафнее бьет. Если вот все вот так вот будут залетать. Ух, ну красавец был, конечно. 5 баллов. 1-0. Московский Спартак выходит вперед. И снова, помните, как и перед пробитием пенальти в Краснодаре немножечко остановил свое движение к мячу Алекс, как бы, как будто бы вот вымеряя, как будто бы у него какой-то оптический прицел там в глазах или в ноге, уж не знаю где именно. И вот подкорректировал все правильно. Вот так. Ага, сюда и пыльнул, и прямо точно в 9 от перекладины. Отличный гол. 1-0. Московский Спартак выходит вперед. Алекс забивает свой первый мяч в российском чемпионате. Welcome. Добро пожаловать.